В состав сочинского гарнизона входят 14 пожарно-спасательных пунктов, которые дислоцируются во всех районах курорта. На страже общественной безопасности стоят около тысячи мужественных и отважных огнеборцев. Алексей Евдокимов, например, продолжил семейную династию и уже три года работает в пожарной части. У меня отец пенсионер, 20 лет отдал пожарной охране. Я пошел по его стопам, поэтому выбор пал только из-за этого. Спасатель – сложная, опасная и ответственная профессия. Для них жизнь людей всегда стоит на первом месте. И какое бы ЧАЭС ни произошло, будь то оползень, наводнение или пожары, они всегда пребывают первыми. Минувший год для спасателей был некой проверкой в их работе. Безопасность на десятках масштабных мероприятий, проходящих на курорте, сотрудники сочинского пожарного гарнизона обеспечили должным образом и заслуженно получили звание лучших в стране. Он лучше не только в Краснодарском крае, а и в России. И пожарная часть которых тысячи в Российской Федерации, 19-я пожарная часть, где мы находимся призвано лучше. Перенимать опыт у сочинских огнеборцев приехали руководители отрядов и гарнизонов разных городов Краснодарского края. Покажем всю инновационную технику. Вы видели, мы сейчас выстрелили. Сейчас проведем совещание. Мы сняли фильм очень хороший документальный про сочинский гарнизон. После этого выезжаем по подразделениям, покажем все пожарные части Адлерского гарнизона и Краснополянского. Представленная во время построения техника – это лишь часть имеющегося инновационного парка. Многие машины были привезены в Сочи во время подготовки к играм. Так появились двуголовые челноки, дымососы и еще порядка 80 единиц техники. Во всем Краснодарском крае нет такого количества спецтехники и личного состава, как в Сочинском пожарном гарнизоне. Именно поэтому он является самым большим на юге России. Силу и мощь огнеборцы сегодня продемонстрировали в ходе показательных учений на одном из самых опасных объектов – Адлерской ТЭС. Пожарные отрабатывали технику в действии при тушении 10-тонного резервуара с дизельным топливом. В ликвидации такого серьезного возгорания было задействовано 12 единиц спецтехники. Оперативная и слаженная работа пожарных, полицейских и медиков наглядно показала, что сочинские спасатели всегда готовы вступить в борьбу с чрезвычайной ситуацией и минимизировать количество разрушений, а значит спасти как можно больше людей.